Мир вам и Божье благословение! Сретение Господне по нашему новому стилю 15 февраля! Что же это за событие? Как-то в народе бытует и поддерживает, так сказать, в доброй традиции наши все СМИ, когда касается зима-лето, осень, еще чего-то, все это, конечно, наши бытовые, простые светские представления от давних времен. Дело в том, что Господь обещал человеку на заре его рождения и грехопадения прийти в мир. И лучшие Божьи люди, пророки, мудрецы, предчувствовали и рассказывали, как это будет происходить. И уже самые последние, один из них старец Симеон, переводчик, член Синедриона, он получил от Бога откровение, что не умрет, пока не встретится с Христом Божьим. И он ждал долго, почти 180 с лишним лет. Разные подсчеты есть. Так что просил у Бога уже и кончины. И вот младенца Христа принесли в храм, он узнал того, о ком было сказано ему, и пророчица Анна прославляла Бога, и он произнес пророчество над Христом. Еще мы говорим встреча Ветхого Завета, то есть Древнего Завета с Богом, и обновленного Нового Завета, встреча Ветхозаветной Церкви и Новозаветной Церкви, встреча обновленной, лучшей морали, которую дал Господь в своих заповедях еще в Ветхом Завете, пророка Божьего и боговица Моисея. Это праздник, который раскрывает христианам обоснованность слов Божьих на первых страницах Откровения Библии. И он очень таинственный праздник и Божьей Матери, и Господа Христа, и Церкви. Поэтому встретение не встреча времен года, хотя можно и так сказать, а времен спасения и обновления человечества через самую милосердную религиозную систему, которая заключается в христианстве. Почему у одних священников есть семья, а у других нет? Семьи в основном у всех, потому что Православная Церковь имеет очень строгое правило. Мужчина-священник, получив призвание Духа Святаго, должен иметь семью, чтобы управлять своим домом, любить своих детей, чтить свою матушку и учить этому своих прихожанам. И как гражданин должен все это выполнять? Но есть, как мы говорим, черное духовенство, монахи, посвящающие себя борьбе со своими, если с молоду, страстями внутренними, инстинктами, вырабатывающие качество добродетелей, и тот считается подвиг, и этот подвиг равный перед Богом. Но все они на добровольной основе. И ни один монах вам не скажет, черный священник, почему он стал монахом. Подчас только сердце его знает. Особое отношение с Богом и к Богу. Это великое таинство. В народе очень любят монашество. Но это и большая ответственность. Но церковь и ту форму жизни, и образ благословенным считает, и другую. Они равноценны, равносильны и в то же время глубоко различны по человеческой личности и по исполнению своего подвига перед Богом. А результат один – спасение. Мужчина сменил фамилию в надежде на новую жизнь. Как к этому относится церковь? Никак не относится. А если сменил фамилию, ну, это добрая воля. Но род, если он понимает, что есть у него род, есть пращуры его, он не должен менять. В фамилии скрывается имя наших дедушек, бабушек, прабабушек, пра-пра-пра-пра-пра-пра. И ствол нашей генеалогии не пустой. Но если меняет, то мне сложно объяснить, почему. Но слава богу, что не пол меняет. Это уже и не грех, а просто разрушение личности. Какое-то бесовское раздвоение. Фамилия, ну, наверное, если может любить девушку, молодой парень, ну, мужчина. И так решает принять ее фамилию. Вот если он веру сменил, над ним будет тяготеть божье осуждение, а просто говоря, проклятие. А фамилия, конечно, жаль. Иногда теряются знаменитые фамилии и личности уже в потомках. Необъяснимая, я считаю, глупость менять свою фамилию. Мы связаны фамилией с началом нашего рода от Господа Бога. Не меняйте. Мир вам и Божье благословение. Все фамилии прекрасны. Они отражают, кто был гончар, кто был воин, пахарь, ученый, судья. Это, как они вырабатывались. Это величайший дар Божий – память о самом себе. И свидетельство, что мы достойны жить на этой земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова